У большинства этих школьников есть шанс в будущем стать участником лыжной экспедиции к Северному полюсу. По словам известного полярного путешественника Дмитрия Шпара, впереди еще минимум пять молодежных экспедиций. Например, в следующем году в путешествии отправятся кадеты. Пока же подрастающее поколение может посмотреть, каких старшие товарищи покоряют Арктику. Киров стал третьим городом, в котором открылась уличная фотовыставка, посвященная полярным путешествиям российских подростков. Молодежные экспедиции на лыжах к Северному полюсу стали традиционными. Они будут финансироваться из бюджета и будут организовываться Министерством образования и науки, потому что Дмитрий Викторович Льванов остался в восторге от этих экспедиций, потому что эти экспедиции еще в 2014 году были поддержаны нашим президентом Путиным. То есть, в общем, все идет к тому, что эти экспедиции нужны государству. Северный полюс скидки на возраст не делает. Он одинаков и для опытных путешественников, и для шестилетних ребят. Поэтому подготовка к экспедиции самая серьезная. Недели тренировок, в которых необходимо доказывать, что ты готов к белому испытанию. Ведь в Арктике ребята за 7 дней прошли 110 километров снежной дороги. И опасности здесь на каждом шагу. Ты находишься все время на некой движущей поверхности, и если тебе не повезет, и какое-то движение за счет ветра или за счет каких-то непонятных течений происходит, то тот лед, который тебе кажется безумно крепким, толстый лед, он начнет ломаться так, как ломается вообще водичная скорлупа. В двух предыдущих экспедициях в составе путешественников были и кировские школьники. В 2014 году Северный полюс покорил Александр Петров, выпускник КЭПЛ. В этом году в состав команды вошел Никита Серков, выпускник Вятской православной гимназии. Александр Галийских уверен, что флаг Кировской области еще не раз будет водружен на Северном полюсе. Александр Галийский также отметил, что площадью филармонии для размещения выставки была выбрана не случайно. Фотоработы, которые отражают силу духа современной молодежи, должны увидеть как можно больше жителей и гостей города.